В Красноярск приехали участники кругосветки, которые совершают свое путешествие на обычном УАЗе. В народе его называют «буханка». Путешественники сборной команды из Москвы и Казани стартовали в столице. За два года машина прошла больше 60 стран. Организаторы экспедиции рассказывают, что оставили за спиной 83 тысячи километров, а сломалось отечественное авто лишь один раз, причем совсем недавно и уже в России. УАЗик побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Следы протектора он оставил и на полном бездорожье, и в джунглях, и в пустынях. Судя по рассказам путешественников, главное, чему их научила поездка, это непредвзятое отношение к чужим странам. Когда мы стартовали по Центральной Америке, нас все пугали, что в Гондурасе очень страшно. Если в интернет залезть, там действительно очень много информации о том, что там страшно. Приехали, там все очень спокойно, и местные жители говорят, у нас вообще все отлично, вот вы дальше поедете в Сальвадоре, вот действительно страшно. Мы приезжаем в Сальвадор, там все с дробовиками охраняют магазины, заправки, ну, ощущение то, что действительно там страшно. Местные сальвадоровцы говорят, да нет, у нас все хорошо, вот вы дальше поедете в Мексику, вот там действительно страшно. И мы доезжаем до Мексики, напуганные всем этим, проезжаем идеальная страна вообще для путешествий. То есть, в принципе, дорога, какая сложная дорога, все зависит от того, как ты к этому относишься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!